Всем приветики! С вами Ольга и я вам желаю здоровья, счастья и радости, любви, мои хорошие. И сегодня я хотела бы с вами поделиться о том, как я уже ехала из России в Италию, дорогие мои. Уже возвращаюсь из дома в Россию, домой в Италию. Проводила меня мамочка и проводили меня два сына. Вылетала я из аэропорта Домодедова. Сразу хочу отметить, какие у меня были с собой документы. Дело в том, что я прочитала во всех вот этих сайтах на сегодняшний день. И нужно было заполнить еще и пассенджер локейшн для тех, кто прилетает из других стран, хоть и карантина нет, если у тебя есть ПЦР-тест. Ну, ПЦР-тест я тоже на всякий пожарный сделала. Хоть у меня был Гринфас, но он у меня уже, так сказать, скадутый был, потому что после шести месяцев он уже вроде как недействителен. Ну, в России это бы прокатило, потому что я летела через Турцию, а Турция любой хочет Гринфас. То есть даже если у вас вакцина-спутник, Турцию она прокатывает. Ну, а в Италии, когда я уже прилетела, я просто по своему паспорту итальянскому прошла. Сейчас он открыт, если кто-то приезжает из Европы, то можно просто граждан европейской организации, они просто такой вот электронный паспорт, ставишь его, там считывают и проходишь автоматически. Конечно, никто ничего не спрашивал. Ну, в общем, дорогие мои, сервис нормальный, скажу я вам. В Домодедово мы приехали немножко пораньше, я зашла в кафешечку, немножечко перекусила, вот такой замечательный огромный хот-дог себе взяла, родной. Ну, в общем, немножечко походила по аэропорту, потому что я с собой брала только ручную кладь, потому что знала, что будет дорога дальняя, поэтому только с маленьким чемоданчиком, да и что там из России уже брать. Так, чисто несколько пряников для Винченца и пара шоколадок тоже для него, и все. Ну, походила просто по дути-фри, купила еще магнитиковые, которые с Москвой, потому что все равно буду ходить, ну, как обычно, сувенирчики. Сувенирчики мне нравится дарить. Ну, и аэропорт Домодедово, конечно, матрешки не стала покупать, они дорогущие, но красивые. Ну, матрешки у нас еще остались с прошлого раза, еще не раздаренные, когда мы с Винченцем вдвоем ездили, то есть они у нас были. Ну, короче, дорогие мои, все спрашивают, за сколько я покупала билет. Билеты у меня обошлись 450 евро туда и обратно. Туда и обратно, туда я летела через Сербию, это у меня было 210 евро, и 240 у меня обошелся билет через Турцию, через Стамбул. Но я эти билеты брала 25-го, по-моему, февраля. То есть я ждала, пока победа мне вернет деньги. Но вот сегодня нужно будет сходить, должна уже вернуться. И, в общем, пропукала хорошие билеты, потому что за эту же самую сумму я могла бы купить через Турцию и всего полтора часа сидеть в аэропорту. В этот раз я ночевала и через Сербию в аэропорту. Ну, если вы видели мое видео, там получается, что я там познакомилась с одной женщиной, мы очень приятно провели эту ночь, туда-сюда ходили и массажи делали на креслах, которые мы тоже обнаружили. Ну, в общем, было так приятно и весело. В этот раз мне тоже было приятно довольно-таки, потому что хоть я и одна была, попутчиков таких у меня вот именно до Италии не было, но мне понравилось. Мне понравилось. То есть я просто развлекалась сама. Походила сначала по аэропорту Домодедово. Мне очень понравился аэропорт. Давно здесь не была. И, ну, походила, побродила. Потом уже вот здесь вот я практически уже в Турции. Вот уже прилетели. Ну, тоже здесь, конечно, походила. Мне интересно были глазик, купила себе здесь. Здесь вот такое, где продаются сувениры глаза. Рахат Лукум, ну, конечно, Халгу нашла интересную. Ну, мне понравилось. Дело в том, что прилетели мы уже в 7 часов. И вроде как спать еще рано. Несла всякие кафешки. Здесь, конечно, кафешек тоже не было. Рассчитывала с карточкой. Рассчитывала с карточкой. В аэропорту принимали мою пост-опей. Если кто-то в Италии знает, что это за карточка, которую я рассчитывала за все практически билеты, она здесь у меня везде проходила. В одном, вот когда я рассчитывала за Халгу, почему-то там она у меня не прошла, потому что запросили код. Как обычно, нигде не запрашивали. А когда за Халгу, там 5 евро всего она стоила. Но запросили код. Она у меня не прошла. Я попробовала карту Мир нашу, российскую. Она у меня спокойненько прошла. То есть, если вы едете в Турцию, в Турцию можно спокойно рассчитываться нашей русской картой Мир. Ну, вот во всяких кафешках я тоже рассчитывала с карты. То есть, наличные там нужно либо менять, потому что евро наличные не принимали, а вот карточки, пожалуйста, можно рассчитываться. А если вы хотите рассчитываться с наличными, нужно было менять, сделать обмен на эти турецкие лилии. Короче, я этого не делала, потому что у меня из Сербии еще осталось. Но это там мне понравилось, потому что там Никола Тесла аэропорт. И этот Никола Тесла, я его обожаю. Он именно на этих купюрах. Я их привезла как сувенир. Ну, турецкие лиры мне как-то не очень пристили, чтобы их покупать как сувенир. Поэтому я просто рассчитывала с карточкой, дорогие мои. Много всяких кафешек на любой вкус. Ну, мне что-то захотелось пойти, и я поела в Макдональдсе. Просто взяла вот такой вот комплексный, так сказать, обед, ужин, тот, который мне понравилось, чтобы особо там много не говорить по-английски, просто ткнула пальцем, заказала. В общем, вот по этому коридору идешь, и там и кафешки, 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 кафешки. Вот такой молодой красавчик-мальчик меня вслужил. Ну, пальчиком, карточкой вот этой поста бы рассчиталась. У меня на карточке было написано 7 евро, и сколько там таблет. Ну, вот, у меня такой получился таблет. Вот, сколько я заплатила. Это по карточке. Тут написано и лиры, и евро. Ну, обыкновенный гамбург, и коколы, и картошка. Ну, и не так посидела, потом нашла себе такой зайчик, где я могла бы вздремнуть. Потому что здесь как-то в центре немного-многое народу. А вот я себе нашла зайчик такой, где практически никого не было. Была одна я, и еще такой там дяденька на соседнем кресле. Ну, не на соседнем, но в этом же зале тоже сидела. В общем, я немножечко и поспала. И повезло, что там, возле этих кресел, я нашла себе и розетку для подзарядки телефона, и туалет там рядышком был. В общем, ну, хороший такой зайчик. Кстати, тоже сиденья там, они такие, покрыты кожей. И некоторые сиденья, два или даже три, без барьеров. То есть можно спокойненько полежать. Потом, оказывается, здесь есть и гостиница, была она прилеплена. Ну, это я уже потом ее обнаружила. Ну, думаю, ладно. В общем, немножечко все равно я отдохнула, так сказать. Самолет у нас был 8.40. То есть все нормально. На полчаса я только задержался. Ну, в общем, мне поездка, я считаю, что понравилась. Потому что действительно и отдохнула, и спокойненько походила. Маски нужны при посадке в любые самолеты. То есть при вылете из Италии в Стамбул без масок в самолет не сажают. Любые маски, там не сажают, именно какие там уже есть. Но они нужны при посадке в самолет. Одного мальчика прогнали, чтобы он купил эту маску. А потом, когда уже все сели в самолет, там уже никто не говорил, ой, наденьте, наденьте. Потому что самолет полон практически турков. Русских было очень мало. И отмечан тоже мало туристов. Из России практически, ну, 80-90 даже процентов турков и 10 процентов русских. Из Турции, когда мы прилетели в Турцию, в аэропорту, кто хочет, надевает маску. Но кто не хочет, никто к нему не подходит. И не говорят, что нужно маску надевать. И я уже вот потихонечку здесь. Мы взлетаем уже на Италию из Турции, из Стамбула. Посмотрела, у меня было без окошка место. Ну, вот так, по мановению волшебной палочки освободилось. Прямо вот именно три места. И одно я заняла возле окошка. Люблю возле окошка сидеть и снимать на видео. То же самое. При посадке в самолеты, сказали, наденьте масочку. Ну, и в самолете особо никто там не придирается. Потому что это турецкая аэровиния. Называется Pegasus. В общем, ну, сервис нормальный. Здесь предлагают напитки и какие-то там снеки, печенья и так далее. Можно купить. Здесь уже можно было купить по карточке. Когда мы летели из Москвы, объявили, что карточки не принимаются. Но можно было купить за евро. Когда мы летели из Москвы до Стамбула, я заказала себе билет обед из курицы. 10 евро я заплатила. И мне его принесли. Обед получился вкусный. Там две отбивных куриных. И картошечка, и салатик. Значит, получилось мне вкусно. Моя там соседка хотела его заказать. Они говорят, что это уже жирность. То есть вот лучше заказать сразу. Все, мы уже в Италии, дорогие мои. И здесь у нас получилось так, что в Бергамо я взяла автобус и доехала до станции железнодорожной Милан. Вот такая очень красивая станция. Прям музей самый настоящий. Огромная такая станция. Купила билет себе. Но купила с пересадкой. Потому что посмотрела. Венчинцы работают до 7 часов вечера. И у меня получилось две пересадки. Поезд вот такой региональный. Но он двухэтажный. Я их обожаю. Чистенький, аккуратненький. Конечно, я на второй этаж забралась. Ну и посмотрела по расписанию, что он приходит как раз в 7 часов. Но не этот поезд, потому что две пересадки. Два поезда я поменяла. В общем, лягушка-путешественница. И я приехала... Здесь вот тоже розетки есть для телефона. Очень удобный поезд такой. Короче, я приехала в Яриджо уже в 7 часов вечера. Ну, Венчинцы как раз к этому времени подъехал с работы. Меня встретили. Милень такой. И у нас снова встречает сюда с другой. Очень хорошо. Италия встретила не так уж хорошей и погодой. Думала, что здесь уже будет жара. На самом деле нет жары и нет. Ни в Турции нет жары, ни здесь. В общем, получается где-то 15-16 градусов. Ну, где-то ветерок. И потом дождь. Сегодня тоже такая пасхурная погода. И на все выходные тоже дожди. Передаю 16-17 градусов. Короче, в Италии тоже в свое дело похолодало. Как ходили в курточках, когда я выезжала из Италии, так и до сих пор ходим. Ну, в общем, вот такое у меня приключение получилось. Я считаю, что я доехала удачно.